Добрый вечер, дорогие друзья. Мы встретились опять с вами. Сегодня вторник, 8 часов 6 минут. Мы очень рады вашей встрече. Я Ольга Ускова и Андрей Черногоров. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. А я вас поздравляю с прошедшим днём рождения. Спасибо. Вы уже совсем большой взрослый ведущий. Скоро мне можно будет в эфире говорить всё. Да, можно будет говорить все слова в эфире, скоро точно. Вы знаете, у нас сегодня очень интересная тема. У нас всегда очень интересная тема. Но сегодня особенно интересная тема, потому что для меня этот человек, когда я прочла его историю, когда я познакомилась с его бизнесами, я подумала, что этот человек нашёл философский камень, потому что он умудрился из соцарта переместиться в бизнес, сохранить всю эту тему соцарта, а потом расширить всё это до бизнеса будущего. Агрофермы, экопродукты и так далее. Это фактически как бы нефтяные скважины, но лет через 20, когда нам всем будет нечего кушать, а нефть уже закончится. Вот. И здесь у нас сегодня в студии Александр Юрьевич Бродовский, совладелец сети магазина «Фуллстрит» и владелец крупнейшей российской кофермы «Горчичная поляна». Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, у нас правило. Мы про это не предупреждаем. У вас сейчас будет 4 минуты для небольшого эссе. Расскажите то, что наиболее точно характеризует вас или ваш бизнес. Любая форма эссе. Можете рассказать про детство, можете рассказать про Германию, про жену, про бизнес. Мы ничем не ограничиваем. Но так, чтобы люди поняли, с кем они имеют дело. Хорошо. Ну, перед вами счастливый человек, который делает, зарабатывает деньги на том, что ему нравится. То есть, меня не заставляло, значит, ни обстоятельства, ни что заниматься вот зарабатыванием денег тем, которые вы назвали. Я сын своей эпохи, и поэтому одежда в мою молодость, в моем детстве играла огромную роль, потому что ее не было. Вот. Это была обольная тема. То есть, Саша, вы маленький, хотели голый? Нет. Просто, значит, я был внуком первого секретаря и сыном главного инженера крупного предприятия в районном городке. И поэтому вот три-четыре единицы каких-то шуб и так далее доставались вот в том числе моей маме. Я помню, какие-то были интриги, и какие-то были ужасы, и какая-то была тема жизни. А потом был университет, и потом были вот эти джинсы, которые вы, значит... Да, джинсы, это была валюта. Да, да, да. Вы могли платить девушку за джинсы спокойно совершенно. Девушки отдавались за джинсы, я помню. Это в Питере. Это в Питере. Это в Питере. Да нет, конечно. Вот. И... Ну и всегда любил поесть. А так как я помню еще еду, которая была настоящая, тоже, так сказать, большое преимущество перед современными уже новыми поколениями, то вот это стало моим сейчас новым увлечением большим, который вот все я безуспешно в бизнес пытаюсь превратить, потому что пока это еще мероприятие убыточное. Но страшно интересное и увлекательное. Саша, а у вас все превращается в бизнес? У меня? Нет, конечно. Тогда немножко расскажите вообще-то. Получается так, что в Советском Союзе была хорошая еда, не было одежды, а сейчас наоборот... Сейчас хорошая одежда и нет еды. Да, 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 вот как-то везет, везет по жизни. Всегда какие-то есть. Потому что, например, в бизнесе по одежде вот сейчас очень интересное явление происходит. Структура расходов абсолютно российская, а маржа, к сожалению, западная уже. Это вот последняя, вот за последние тысячи. Это очень неприятно, кстати. Это западная маржа, там вообще какой-то гулькин хвост. Слушайте, а вот давайте немножко такую вот короткую справочку, значит. То есть в 74-м... Какой, во-первых, какой институт готовит столь широкий груз специалистов? Ну только единственный. Это факультет журналистики МГО. Конечно. Ясное дело, да, тут и одежда, и еда, и все остальное. Мы все учились понемногу там, да. Так, и там вы подцепили свою очаровательную жену, правильно? Нет, ну не совсем так. Меня после второго курса послали по обмену в Польшу, по обмену на полный срок обучения. И вот там я на последнем курсе уже, на четвертом курсе Варшавского университета познакомился со своей женой. Она была немецкой студенткой из ГДР, и мы познакомились на празднике победы над фашистской Германией, которую мы, советские студенты, организовывали. И она пришла как захваченная девушка? Нет, она как раз... Она меня там победила. А, понятно. С этого началось разрушение стены, я думаю. И мы переехали к ней в Германию. Ну это не совсем так. Я тогда, получившись в Польше, стал очень таким патриотично настроенным человеком, и уехал из Польши. Я не получил диплом, меня фактически оттуда выгнали. Вот, значит, ну, целая сеть там всяких была. По политическим причинам? Да я не знаю, что там больше было. Хулиганство или политики? Бизнеса, нелегального бизнеса, который процветал. Поляки меня научили, значит, уже на первом курсе. Да, значит, заниматься такой торговлей, это, наверное, фарцовкой не назовешь, потому что фарцовка, это было чуть-чуть другое, негативное. А тут вот какой-то товар. Бизнес, можно сказать. Покупался бизнес, да, студенческий бизнес. А покупал и продавал в Россию? И из России что-то в Польшу, да. А что мало было из России в Польшу продать? В Польшу, ну, во-первых, все, что грело, всякие электрические штучки, потом золото, да, сейчас я уже могу об этом сказать спокойно. Да, уже сколько давности у нас, 10 лет, да? Да, да, да. По экономическим преступлениям. Третье, вот какое-то, я помню, уже в конце было такое предложение, бизнес. Диски с алмазной насечкой для того, чтобы, значит, вот из них, которые резали вот эти гранитные мраморные плиты, потому что в Польше был частный бизнес, вот. А вот капитальные такие вещи можно было достать из России. И вот мне удалось выйти на специальный завод, единственный тут в России, который это выпускал, и партию этих пил я туда отвез. И были счастливы на заводе, ребята. Стали олигархов, да. А правда, почему мы не стали олигархов? У нас олигархи с этого начинали. С чего? Ну, с перепродажи чего-нибудь куда-нибудь. Это же гигантский капитал. Гигантский капитал тогда был там, все валялось. Да, но они просто, по-моему, подсуетились где-то куда-то, где-то вовремя. А вам скучно стало дальше суетиться, да? Почему вы перешли в соцарт? В соцарт. Из такого милого дела вы перешли в соцарт. Вы знаете, соцарт — это единственная вещь, которая, значит, была, так сказать, мне насоветована и, так сказать, посоветована друзьями. Когда я им занялся? А когда ГДР развалилась, и моя, так сказать, предыдущая работа, она стала мне неинтересной и неактуальной, потому что перестала переносить тоже деньги. Потому что я работал в бюро путешествий, то есть был гидом-переводчиком. А там все по полной, значит, программе, значит, были интересные вещи, и те же, так сказать, и продукты, и прочее, прочее. Не только рассказывал о культуре ГДР. Вот, оказывается, как. Да, да, да. Гиды, это, оказывается, были посредники. Это почти как наркодилеры, я так понимаю. Да, 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 это было интересно. И ребята, как раз мне мои друзья, однокурсники, как раз навели на эту тему интересную. Она мне очень приглянулась, и это здорово, это увлекательно. Что такое соцарт? А? Что это такое? Ну, это направление, которое сейчас, вот видите, молодые люди его уже не знают. Это была реакция... Он уже пожилый, у него вчера был день. Да, 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 реакция художников, прежде всего, на социалистический реализм. То есть, это вот знаменитая картина на Берлинской стене, да, где целуются... Это ярчайший, это ярчайший обращик, наверное, соцарта. Очень эротично, кстати. Прямо так вот чувствуется душа в этом поцелуе. Ну, кто что видит, тот и видит, да. Я бы не сказал, я как раз сейчас смотрю на нее. А у вас там, извините, вы смотрите, там есть надпись-то, нет? Нет, надписи-то нет. А вот Дима Врубель как раз, который создал этот шедевр, он стал действительно самой известной картиной в Берлине и находится сейчас под охраной, как памятник архитектуры, и Дима вообще является почетным членом города Берлина. А что там написано? Написано, господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви. А, правда? Конечно. А, балды. Вот, и, к сожалению, вот без надписи. А Дима без надписей, конечно, это не Дима. Нет, он и без надписи прекрасен. Мне кажется, можно было не донести. Нет, 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 у него очень, он прекрасно владел всегда слогом, и сейчас, и, по-моему, он сейчас один из ведущих блогеров. Вот, мне, к сожалению, нет времени, чтобы читать, сидеть в интернете. Вот, и на чем мы остановились? Вопрос-то в чем был? Вот, социарт уже такой, да. А, социарт, да, да, да. Нектое реакция на социализм. Да, и это было тогда очень востребовано, интересно, потому что в социалистические времена это было, так сказать, фига в кармане, да. А тут вдруг это все выклеснулось. Открылось, открылось, да. Открылось, да. Я был первым в Берлине, кто провел эту, организовал известнейшую выставку во дворце на Фестунсграбен. Это Наутерден Линден, сейчас одна из самых, значит, известных дворцов. А вы знаете, что Берлин сейчас просто очень модное место. Ой, да, к сожалению. Второй Лондон, там, все новые русские туда ломанулись. Да, да, а чем? Ну, не второй Лондон, но на это есть причина. Берлин, во-первых, очень дешевый город, он как Вена. Это сейчас, сейчас мы быстренько поднимем там цены, мы туда ломанулись. Да чего-то не могут, значит, туда как ломанулись, это пораньше люди, значит. Сейчас просто Богема туда поехала. Да, сейчас это именно Богемный город. Это Богемный город, а Богемный город не значит, что он дорогой. Как раз Богемный, это должен быть, вот как раз цены не должны быть заоблачными. Вот Дюссельдорф, как не старайся, он никогда не будет Богемным. Очень тяжелый. Очень тяжелый, очень депрессивный, да. Очень тяжелый, дорогой, и там деньгами, так сказать, каждый, так и прет из них деньгами. А Берлин демократичный, замечательный город. Ну, соцарта это не был бизнесом, это было все-таки для души или нет? Вы знаете, это был бизнес странным образом, странным образом. И такое стечение обстоятельств одно за другим. Выставка в центральнейшем месте в Берлине. Просто это был до этого клуб «Дом советской немецкой дружбы». И там еще вот эти функционеры сидели вот последние полгода. Дядечки эти, коррупционеры-функционеры. И они решили, что бы вот такое сделать, чтобы, может быть, частично, да, в новом уже, в новой эпохе и так далее. И вот эта выставка прошла просто прекрасно. Я ни копейки не заплатил, ни аренды, ни за что. И была полная поддержка, и они стали, значит... И были продажи. Да, продажи были замечательные. Сколько процентов вы продали с выставки? Вы знаете, на выставке было продано картин 6 на выставке. А вот замечательная история началась после этой выставки. Или одновременно. Просто одновременно с этой выставкой мне удалось организовать для участников этой выставки роспись немецкой стены, берлинской стены. И это послужило... Вот с этого все началось, да? Нереальной рекламой для этой выставки. Потому что все каналы телевидения, вот кроме советского, кроме советского, значит, показали, и, значит, огромное количество пресса килограммных... А вы придумали? Нет, конечно, не я. Я просто там недалеко жил, проезжаю мимо, смотрю, что там какое-то действие происходит, что такое, поинтересовался этим. Кто-то, я, насколько помню, это дело организовала парикмахерша из Шотландии. Обалдеть! Случайно попавшая тогда в Берлин и знавшего какого-то единственного художника там, воскресного художника, как их звали, Зонтаксмаля. То есть такие любители. А вот у меня приехали ребята, ну, в основном, очень профессионально, конечно, подготовленные, они здорово прозвучили. И с драйвом таким, да? Ну, драйв, да, был у всех в то время, это время драйва было, да, но у русских-то особый был драйв, потому что у нас такие же почти параллельно события тут проходили. Вот, и поэтому... Ну, а почему вы эту прелесть сняли на... После этого я познакомился на этой выставке, на этой стене с человеком, который сыграл огромное значение в моей судьбе дальнейшей. Это был, значит, двухметровый, значит, немец из западного Берлина, владелец сети магазинов женской одежды. Он проезжал на своем, значит, Мерседесе вдоль стены, и его дочка, обучавшаяся, тогда учившаяся в Аме, в Нью-Йорке, и рядом с ней была подружка из Одессы, и, как учившаяся в Нью-Йорке, сказала, о, русские художники, это прекрасно. Он притормозил, посмотрел, да, что-то тут прекрасного, и что-то у него там сработало. Он постучался ко мне в дом буквально через день. Понял, она дедушку, которая на танке. И как в анекдоте, как в анекдоте, помните про милиционера, это книжный магазин, да, значит... Я не знаю, это... Нет? А скажите. Ну, заходит милиционер в книжный, да, приличный, в книжный магазин. Это книжный магазин? Да, книжный магазин. Заверните мне, пожалуйста, две книги. Две картины завернуть. Две книги. Ну, это было так, вот один в один. Вы, да, вы организовываете вот работу, русские художники, да. Я хочу купить у вас пять работ. Просто работ. Ну, пять картин. Не конкретных, а пять картин. У него он просто строил свою виллу. У него было пять свободных стен, да. И у него пять свободных стен. А человек непростой, не так все просто. Он меценат национальной галереи, и вообще-то его жена занималась искусством очень серьезно. Он хотел и сделать подарок. Окей. Так, на этом этапе начался ваш, собственно, уже потом ставший большим бизнес. Давайте через минуту об этом поговорим. Итак, мы снова в студии. У нас в гостях Александр Брадовский, совладелец этим магазинов Уолл-Стрит. И владелец крупнейшей российской экофирмы «Горчичная поляна». Александр, мы вот прервались в самом интересном месте, где двухметровый немец и купил картину русских художников оптом. Как он повлиял на ваше решение перейти в коммерцию? Коммерцию? Мы с ним подружились после этого. Я бы тоже подружилась. Человек пошел и сделал мне выручку. Ну, знаете, это должно быть взаимным все-таки чувством. Я бы тоже подружился. Вот так случилось, извините за неточность, так случилось, что мы подружились. И встречались раз-два в году. Обычно приглашал мою семью, значит, жену и детей тогда уже, значит, на тогда маленькие детей, в ресторан. Мы общались на все темы. Он человек был очень такой посвященный. Он мне за полгода еще предрек первую, рассказал о первой, что будет первая война. В Ираке, когда, так сказать, ей в помине нигде этого не было. Человек, который, ну, видел чуть-чуть подальше и поглубже, во всяком случае, чем я. Вот. И мне было очень интересно с ним общаться. А почему вы про него в прошлом времени умер? Нет, замечательный человек, он не умер. А просто в прошлом времени? Ну, просто я его редко вижу, очень. Я его не видел два года сейчас уже. И вот. И он как раз на вот этом объединении Германии поднялся. Значит, семья его владела недвижимостью, крупнейший владелец недвижимости в Западном Берлине. И у родителей было несколько парочек магазинов. И вот когда в 89-м году толпа, серая толпа, после открытия границ, вдруг двинулась на Берлин, на ближайшие границы города. И все смели, буквально, значит, что у него было. Хотели есть, одеваться. И он понял, что вот это, значит, вот оно. И он создал свою сеть магазинов буквально за три года, которая была довольно-таки, так сказать, известной в то время. Но небольшой. Больше 30 магазинов, по-моему, у него так и не было. Вот. И мы с ним дружили-дружили. И когда я, так сказать, проработав и поучившись немного, значит, на коммерсанта оптовой торговли, переучиваясь... То есть вы пошли в 35 лет он тогда был, вы пошли учиться, да? Да-да-да. Но мне повезло. Тогда всех учили. ГДР, когда, значит, объединилась, огромные были фонды, это было очень здорово. Бесплатно было? Это бесплатно. Более того, я на полгода поехал, на 6 месяцев, на 8 месяцев в Англию. Я получился вот на этой же волне в Англии, в Европейской школе бизнеса. Я одновременно прошел практику на ферме, в которой я уже, так сказать, уже зацепился и начал работать. А вам дало что-то для обучения? Это нужно было? Где? В Англии? Да. Ну, язык чуть-чуть... А обучение? Сами курсы чем-то дали? Ой, вы знаете, я тогда эзотерикой занимался и не вылезал из магазинов, из библиотек. Так вот сейчас по дороге к вам у меня часочек был, я зашел в замечательный рядом с вами тут магазинчик «Бук Республика». И вспомнил вот свои лондонские времена, почему-то. И вот они вот заключались в огромном количестве книг, которые, значит, я плохо понимал, плохо зная язык. Но мне интересна была тематика, и я их, по-моему, просто вот проглатывал. Так по бизнесу или по эзотерике книги были в итоге? Больше по эзотерике. То есть вы все-таки пользуясь высшими силами, когда настраивали свой бизнес? Я правильно понимаю? Нет. Нет? Без шаманства? Нет, я все эти книги выбросил и жох. Выбросил жох-то? Да, конечно. Понятно. Ну ладно. Ну хорошо. Из чего начали? Началось с того, что работая на фирме «Штальман», это был крупнейший производитель в Европе, если не в мире, но в Европе. И человек, легенда для Германии. Я устроился туда агентом в агентстве, которое поставляло товар, одежду в Россию. И человек относился к своему бизнесу в Восточной Европе как к миссии. Это не было зарабатывание денег. Он был уже состоявшийся, уже древний, можно сказать, старик. И он нес, так сказать, вот нес... Хотел одеть немцев? Нет, он хотел внести вот в этот капитализм правильный, хороший, который... Он после войны сам начал свой бизнес в Россию. И поэтому, конечно, у него была волна неудач. Все его обманывали здесь. Не платили. Он и, значит, и отсрочки платежа давал. Он, значит, возился с этими хитрыми... Бандитами. Полубандитами из районных, значит, и всяких областных, и всяких городов, и прочее, прочее, прочее. Вот. И, ну, конечно, очень трудно шел бизнес. Я отвечал тогда за Польшу. Мне пригодился польский язык. Единственный раз в моей жизни. Там было более цивилизованное или так жестко? Нет, там были... Вот там были просто... Там была... Вся моя деятельность там проходила фактически в судебных процессах. Я просто ездил, значит, и вот и... Но посидеть не удалось, да? Кому? В тюрьме. Мне? Да. Нет, я был как раз той стороной, которая... Которая пыталась привлечь кого-то. Привлечь кого-то, да, так сказать. Вот. Но это было страшно интересно все равно и романтично. Сколько лет вы поработали на Штармена? Два года. Вот. И там уже, будучи... Вот, вот, уходя оттуда, потому что я понял, что, вот, начал отправлять просто продукцию вот этого, значит, моего, значит, друга-мецената и двухметрового господина Штарпа в Россию. И понял, что вот это очень интересная тема. И на последние, буквально последние дни, когда я уже уходил от Штармена, мне попалась визитка вот с фамилией замечательной девушки, с которой я этот бизнес решил начать в России. Ну, расскажите фамилию. Это Юлия Хмельницкая. Мы, это совладелец марки Wall Street, и мы вот недавно, три дня назад отметили 15-летие нашего совместного бизнеса. Сколько магазинов? Что такое Wall Street сегодня? Сколько магазинов? Сегодня, ну, давайте, значит, количество магазинов. Вот в 2008 году у нас было 115 магазинов, а в 2009 на 45 магазинов меньше. А вот сейчас опять 112 магазинов. Из них 90 своих, 22 франчайзинговых. Вот. И, конечно, Wall Street до кризиса последнего, и сейчас это две большие разницы. Конечно, новый магазин, который мы открываем, мы совершенно пропускаем через целый ряд процедур, и взвешиваем, и обсчитываем, и прикидываем, насколько он будет прибыльным. Потому что до 2008 года была тактика столбить... Экспансия. Столбить места, да. Наверное, можно сейчас осуждать, что она была неправильная. И, конечно, неправильная, но вот даже сейчас, вспоминая эти времена, наверное, я по-другому и не надо было делать. Это мы правильно все делали. А потом, когда разразился кризис, мы просто слабые магазины, которые сразу выпали в осадок, мы их и закрыли. Оздоровили. Оздоровили. И, ну, наверное, это тоже вот было, что закрывать. То есть 112 магазинов по всей России. И сколько из них в Москве, кстати? Из них 32 магазина в Москве. То есть большая региональная сеть, в принципе. Это региональная сеть от Владивостока до Калининграда. А что продается в них? Одежда под собственной маркой или... Да, это исключительно монобрендовые магазины, в Ул-стрит, где продается одежда для женщин. Ну, так сказать, вот мы называем это от 30+. То есть для женщин уже... Вы только не говорите никому. Почему так-то? А? А как же вот женщина, которая 30+, и она не хочет выглядеть на 30+, она хочет выглядеть на 25. Она же хочет, чтобы там 18 минусов. Нет, ну, мало ли, как она хочет выглядеть. Господь так создал женщину. Вот, слава Богу. Что значит, что... Слава Богу. Да, да, да. Что вот когда рождается ребенок, вот эта клетка, так сказать, и таз, он вот... Как он смачно говорит. Он расширяется, так сказать, вот он раздвигается, это все правильно. И потом уже не задвигается обратно, не сжимается. Ну, кстати, у кого как? А вы знаете, да нет, у 90%... Практически у всех. У всех. У всех так вам расскажут секреты, потом не бисера. Вот, и, конечно, вот мы этот момент уловили. И я считаю, что это вот причина нашего... Основная причина нашего успеха. Это что, значит, у вас 42 размеров нет? Правильную линейку размеров дали, да? Да, мы правильную линейку размеров дали. Мы уловили вообще отношение женщины к одежде. Особенно это чувствуется вот сейчас, в нашем сегодняшнем Уолл-стрите. Вот если вы зайдете к нам в магазин, и увидите восторженных женщин, которые просто все приходят, примерят... То есть у вас очень высокая лояльность аудитории, да? Да. То есть, ну, мы к тому же еще, наверное, единственные, кто ни копейки не заплатили за рекламу своих магазинов. Как продвигается? Как это? Никак. Что, просто за счет чего? За счет витрины? Люди идут по улице, смотрят на витрины? Да, витрины у нас были... Во-первых, по улице никто не ходит. Второе, потому что все наши магазины, кроме одного, мы сделали раз исключение, ну, и больше, значит, этим путем не пошли. У нас свободно стоящих на уличных магазинах нет. У нас все магазины в торговом центре. А, то есть они все равно мимо них проходят, да? В торговом центре. Да, то есть они попадают в некоторые... Они приходят шопиться уже тогда, да? Да, на шопинг и проходят мимо наших магазинов. Ну, просто мы первый магазин наш открыли вот с Юлей в ЦУМе. А, ну, еще в том ЦУМе, который был до этого. Еще в том ЦУМе до этого последнего, до вот этих, ну, Меркури, наверное, как там, да. И он был по тому времени уже отремонтированный, австрийское оборудование, но все равно оставался еще тем демократичным ЦУМом. Советским. Советским, по духу, значит, все товароведы были советские и прочие, но уже, так сказать, вот... Хотелось чего-нибудь новенького. Хотелось чего-то новенького. А я помню, тогда еще были такие марки, там, Том Клай же... Да, да, да. Они сейчас умерли все уже. Он царил, он в то время царил. И, значит, это просто было... Но он был ужасен. Я помню эти шмотки. Это был ужасен. Там как женщина говорит? Да, я помню интервью, я помню интервью с товарищем, с его хозяином, который сказал, при вот основным, значит, причиной, вот признанием, свидетельством признания вот этой марки является то, что его охотно носят проститутки. А, вот почему. Да, наверное, да. То есть он считал, что основная масса женщин в России... То есть вы считаете, что основная масса женщин в России, это мамы, а они считали, что проститутки. Интересно, как они так. То есть у вас более консервативная аудитория? Нет, у нас принципиально другая аудитория. И более того, для нас Юлия, так сказать, и она, и, значит, и я, вот как раз вот... У нас мы совершенно разные люди. Но то, что нас объединяет, это отношение к семье и вот к семейственности, и вот к таким ценностям, которые, но были последние десятилетия у нас не в почете. Сейчас возвращается. Сейчас возвращается, но вот возвращается, и мы себя чувствуем особенно, вот сейчас уверены. И просто вот эти годы, когда это было не в почете, вот, а мы были этому верны, вот сейчас они, так сказать, ну, мы получаем все это... Саша, а производство где? А производство мы попробовали везде производить за эти годы, где я только не ум... Ну, расскажите, просто людям, наверное, интересно, где не надо производить. Давайте начнем с этого. Где не надо? В России. Надо или не надо? Кстати, в России, по всей видимости, к сожалению, вот не надо. Я, так сказать, приехал из Германии на патриотической волне в 96-м году, абсолютно. Значит, ел черный хлеб, сметану два месяца. Водку, водку. Водка, да, значит, купил даже машину «Волга» себе, значит, и это в 97-м году, когда были уже любые другие машины. Год, я на ней промучился, у меня уже такая фирма появилась тогда, «Ангел», которая, значит, меня уже по голосу узнавали, что это было каждые две недели ночью. То есть, когда моя жена прилетела с дочкой, родившейся, с нашей младшей, из Берлина, и машина, значит, встала, я на следующий день пошел, купил себе там первый сын, как французский сыник. Вот, и все. И вот такое же отношение у меня было, вот такое восторженное, патриотическое, обязательно попроизводить здесь. Иваново же там, текстильный пациент. Ну, там нет, у нас, у нас там трикотаж, трикотаж, тут тоже есть, так сказать, у нас вещи вязаны, тоже, значит, хорошие. Такая, значит, особенность наша, у нас есть свое лицо. Первое, это правильные размеры, и второе, все-таки мы такие, мы все вязаны, мы мягкие. Уютные. Уютные и так далее. Вот, и, а в то время трикотаж, что я себе представлял, или что-то такое кошмарное с драконами и змеями, или краенный трикотаж латвийский, да. Ну, что тоже было очень скучно и однообразно, ну, золотые пуговицы они там пришьют, вот и все, так сказать. А мы ввели абсолютно европейский, правильный. А что такое правильный трикотаж? А вот дизайнеров привозили из Германии? Ну, естественно, первые дизайнеры 10 лет абсолютно было все. Ну, все, ну, немки жутко одеваются, они сами страшные, как божий грех. Ну, не жутко, но консервативно. Ну, это я не говорю про жену, про жену не говорю, но вообще-то... А ну, секундочку, а ну, секундочку. Значит, ну, все, значит, все переменчиво, особенно моды, да. И вот я хочу сказать, вот за эти 15 лет, что мы пережили, вначале абсолютно моды была немецкой, вот постсоветской России, да, до середины, ну, до конца, может быть, до первого того кризиса 98-го года. Потом Италия. Италия, да. Мы начали выезжать после Турции, все, народ повалил в Италию, и наши челночники и прочее, они начали формировать общественный вкус. Теперь Англия. Англия, да, ну, далеко не для всех. Голландии, Герландии. Я сейчас ощущаю, абсолютно вижу, опять возвращение к немецкой одежде. Да. И, кстати, то, что вы сказали, что Берлин становится очень модным городом, это же не случайно. Но, ну, как-то вот погуляв по миру, русские все-таки, вот в данный момент выбрали все-таки Германию и Берлину. Ну, может быть, это результат экономии, кризиса, это вопрос цены? Да, результат, я не знаю, результат чего, это есть, этот факт. А вот эти цвета палевые, вот это вы, это цвета? А палевые, это что значит? Ну, такое, что-то неяркое, что-то такое скромное. Мы всегда были поярче, чем немцы, и сразу это нас стало отличать от нашего отца, так сказать, основателя, вот этого господина Штотропа. Мы немножко стали поярче. Первые два года поработали под цветовой гаммой чисто немецкой, потом поняли, что все-таки русская женщина одевается по-другому. Вот, ну, любовь к таким фасонам, свободным, спокойным и качеству, вот, он нам привил, вот, за эти два года работы. А потом мы начали производить везде. Значит, в России это был абсолютный мыльный пузырь, мы нашли первую фабрику, где-то в Туле, это было все гораздо дороже. Им пришлось... Дороже? Конечно, потому что все эти детские сады, вся сосалка, все на этой фабрике висело. И бедный директор начал объяснять свою калькуляцию, говорю, дорогой, ты что тут насчитал-то? А вот так, а вот это, а то и пятое, и десятое. Плюс нам приходилось для них привозить фурнитуру, пряжу и вообще... Тофический толинг в текстильной отрасли, что вообще... Это бред, это бред. Ну, последние капли в море было, когда мы обнаружили на рынке, значит, в Петровско-Разумовском, значит, наши кофточки, так сказать... Нулевую смену открыли, да? Да-да-да-да, ну тут, так сказать, ну тут мы и все. Терпение улыбнуло. Тут терпение улыбнуло. Это было особенно комично, да? То есть они вчера рассказывали про то, что у них не хватает сил. Не хватает мощности и сил, и тут же делают нулевую смену для того, чтобы подзаработать, обалдеть, конечно. Ну, да, наверное. Ну, это неинтересное было увлечение. А мы в Грецию застали последний, значит, год-полтора, когда Греция уже переставала становиться интересной страной для производства, потому что тогда уже на... Уже в Евросоюз пошли. Турция вышла. Они вступили в Евросоюз и стали неинтересны. Стала интересна и Турция, куда мы поездили и попроизводили. Ну, а потом, в конце концов, как и все, все это закончилось Китаем. Ну, Италия мы еще верны. В Италии мы много производили. Управляемый Китай. Китай замечательный. Китай... А как же нулевые схемы, нулевые смены, тот же черный маркет и так далее? Невыполнение договоренности. Невыполнение договоренности. Странная ментальность, которая нам непонятна и так далее. Как вы сказали? Воровство брендов, дизайна, все вот эти проблемы. Ой, слава богу, что им есть, что воровать, наверное. Какие бренды? Воровать, наверное. Волл-стрит не первый бренд, который, значит, они будут... Копировать. Чего они начнут копировать. Но, тем не менее, жители наших приграничных городов российских иногда нам посылают сигналы, что вот проникает продукция, которая нас копирует. Давайте про бизнес-схемы чуть подробнее расскажем после короткой рекламы. Ну, мы вступаем в завершающую часть нашей программы. У нас осталось 15 минут. Мы хотели бы, на самом деле, подключить наших слушателей 65 10 99 6, телефон прямого эфира через сайт finam.fm. Мы тоже приветствуем вопросы ваши. А у нас в гостях Александр Бродовский. Это совладелец сети магазинов Уолл-стрит, более 115 торговых точек в России и, собственно, производство одежды. Как мы выяснили до рекламы, оно в Китае сейчас. Ну, в большей степени, да, в 90%. А дизайнеры все еще немецкие или уже русские появились? Нет, мы дизайнеров немецких держим в качестве больше, скорее всего, как аудиторов. Подправить, подсказать. Инженеров или дизайнеров? Нет, дизайнеров. Нет, дизайнеров. Скажите, а вы не пытались соединить ваш соцреализм с дизайном одежды? Ведь можно же использовать там все эти картины художников. Нет, мы, значит, мы же не только производители, дизайнеры, мы продавцы прежде всего. И вот тут мы попытку-то предприняли. И вот недавно бывший директор ЦУМа Александр Семенович Воскобойников на нашей 15-летней годовщине припомнил нам акцию, которую мы вместе с художниками провели в ЦУМе тогда. Придумал ее Дима Врубель. И она называлась «Учиться торговать». Вот такое мнение тогда было. Искусство русское тогда никого не интересовало. Художники, так сказать, они были людьми популярными, но бедными. И вот Дима придумал. Саш, давай мы проведем эту акцию. И прямо в ЦУМе, в центре устроим выставку. Выставку вот ребят наших, которые в Берлине поработали и так далее. Но ГУМ сейчас так работает, кстати. Постоянно. Ну, наверное, работает сейчас. Нет, они постоянно идут в выставки. Мы были первыми, кто это организовал. Кто там был? Андрей Бельжо, Дима Врубель. Все ребята, которые у меня в Берлине выставлялись. И это было очень здорово. Нет, я имела в виду принты использовать в дизайне одежды. Я вот что и делаю. Нет, нет, нет. Там более консервативный стиль все-таки. А вы что, считаете, что если женщине за 30, то она уже не хочет развлекаться? Она как раз, вот знаете, какая женщина хочет развлекаться, если честно? Любая? За 40. За 40 очень хочет. А за 45 еще больше. Да, знаете, потому что все-таки идет такая незримая борьба за мужа. Потому что секретарша все равно, значит, секретарем 25 лет, так сказать, и так далее. Ох, и ничего себе теория. Жестко, но правда я делаю. Жестко, да. Так, интересно. Да, и поэтому женщина готова и следить за собой больше, и интереса больше к одежде. И опять-таки сказать, вот она не замучена воспитанием детей, и вот этими отметками, детскими садами, и все это на второй план. Опять она вот обретает второе дыхание. Это ваша аудитория? Это ваша аудитория? Мы любим эту аудиторию тоже, да. То есть вы все-таки отвязываетесь хоть немножко в дизайне? Конечно, у нас всегда есть 5% дизайнерских. Оттянись, пожалуйста, но в рамках 5% от коллекции. Пожалуйста. Я до сих пор не верю, что... Как вы без рекламы продаете одежду? Я тоже не понимаю. А почему к вам люди приходят? Чистая импульсная покупка. Человек идет в торговом центре, и Windows Shopping, то, что называется. Да, не видят. По всей видимости, мы нашли вот язык, общение и формат. А поделитесь тогда на ухо, как это делать? Это же фишка. Это же основная фишка. Это гигантские затраты. В любом розничном бренде реглама это процентов 30 оборотов. Да, да, но вот мы такие старомодные. Получается, что у вас маржа 30%. Ну, ваша прибыльность как минимум в разы выше, чем у коллег. Сейчас я вам скажу всю нашу кухню. Нет, как раз прибыльность я не посетовал на то, что ситуация сейчас такая, что расходы на аренду, они нереальные. Это 4 и очень нереально высокие. Аренды, налоги, так сказать, все душат и душат все больше и больше. Поэтому 30% маржа... Вам только снится? Ну, да. Или нет? Да, нет, но мы надеемся. Мы стараемся, мы стараемся, стараемся. Какие планы по захвату мира? По захвату мира планы консервативные. Почему? Мы чувствуем, что максимум количества магазинов, которые Россия может, значит, в Устрите выдержать, это 150 магазинов. А почему Россия, а почему в Европу не пошли? В Европу, да вы знаете, я в Польше поработал, знаю, и в Германии пожил. Ну, значит, наше все-таки, кроме Европы, знаете, вот у нас есть заграничный бизнес, это Казахстан. Просто идет, ну, раз, замечательно. Украине помешали просто их неразбериха и вот этот хаос, который был. И неудачный человек нам попался директором. Украина была бы тоже очень интересной страной. Ну, а Франция, Германия, Италия? А зачем? А почему нет? Почему нет? Вот давайте мы сначала, вот, выполним программу, которая, значит, у нас есть. И тут сказать, это не самоцель 150 магазинов. Нам нужно 150 отличных магазинов. А, то есть повышение устойчивости. Да, рентабельных магазинов. Вот тогда мы, может быть, задумаемся. Ну, скорее всего, это будет не экспансия вот в эти страны, да, значит. Но это мне смешно, когда я слышу, что еще очередная фирма российская открыла какой-то свой бутик где-то там в Париже или в Лондоне. Это все бред и заканчивается всегда одним и тем же. Почему бред? А вот этот вот дизайнер, который... Ой, давайте только секундочку. Давайте мы не будем называть имен, пожалуйста. Хорошо. Я все-таки не хочу быть невежливым. Нет, почему бред? Почему бред? Ну, потому что... Не бизнес. Это не бизнес. Ну, потому что там конвейер, а здесь пытаются привести... Как арт-галерея, да? Да, как галерея. Выставить, показать русское чудо. Ну, конечно, пару вещей, наверное, продадут. Да, нет. Скорее всего, это используется в рекламных целях для российского бизнеса, а не для того, чтобы, значит, вот покорить французскую там или английскую публику этим дизайном. Скорее всего, это используется в рекламных целях. А какая средняя ценовая картина? Вот знаете, если за границу идти, вот я, например, болею идеей. Есть такие городки удивительные, где можно из-за границы открыть магазин. Например, Карловы Вары. Там, это русский городок. Абсолютно. Абсолютно русский городок. Абсолютно. Вот туда я пойду двумя руками. В Венгрии тоже там уже некоторое количество русских городков. В Болгарии. Вот Карловы Вары абсолютно. В Черногории. В Борисовске. Ну, наверное. Хорошо. Ну, вот такой замечательный бизнес, очень уютный, хорошо растущий. И что вас подвергло? Да, и почему вдруг вы стали одним из таких основателей в нашей стране вот этого движения экоферм, экоферм, эко-туризма? Да, но я это движение не основывал. Я просто открыл свою ферму. Это стоило мне большого, значит, и труда, и нервов, и, значит, и вообще, так сказать, это было авантюрное вообще мероприятие. Это почти 7 лет уже назад. А что подвигло-то к этому? К этому, ну, просто желание, вот желание иметь свои продукты. Прежде всего для себя. Для начала для себя. А потом одно за другое и пошло, и поехало. А потом вы просто не можете не делать бизнес, из того, чем занимаетесь. Ну, к сожалению, вот в этом случае, да, это было так. Меня там занесло, понесло, и сейчас я уже должен это дело вытягивать, потому что построили свой кабасный цех, убойный цех. Это уже производство. Я уже стал настоящим производственником. Мы выращиваем сами корма, мы выращиваем своих животных и необычным способом. Все это по требованиям, в рамках требований Европейского Союза по сельско-биопроизводству. Все это сертифицировано, и это не так легко. Это очень трудно. Агротехников оттуда взяли? Агротехников. У нас очень много было консультантов, так же, как и по Ву-стриту. У нас очень много. Все время нас отличало, что мы не экономили на консультантах. И было очень много разных. Мы же к чему-то прислушивались, к чему-то нет. И вот здесь то же самое. Там прошло огромное количество иностранцев через мою ферму. И вот сейчас у меня... Кто оказался наиболее полезен в смысле консалтинга? К кому обращаться имеет смысл, опять-таки? Полезным... Для меня, мне помог Фридрих Швайсфорд. Это владелец крупнейшей сети колбасных производств в Европе и в мире. Ему сейчас 83 года, и вряд ли он вам сейчас чем-то поможет. А вот с его референтом, который у него начинал, со Свена, мы работаем очень тесно. Он регулярно к нам приезжает, минимум два раза в году. То есть платный эксперт, да? Да, платный эксперт, друг, и он живет этим, значит. И только что вот позавчера его проводил, он приезжал к нам очередной раз, привез три новых рецепта. У нас появилась говядина, и из говядины он нам придумал интересные колбаски. И он считает, что не безнадежное сельскохозяйство в России? Как это безнадежно? Ну, просто 90% населения считает его безнадежным, поэтому... Почему? Включая Минсельхоз. Минсельхоз, да. Ну, у нас тут побывало некоторое количество товарищей, которые, да, да. Говорят, холодно, земля не родит, рабочих не охота. А раньше, а как же мы тогда вот вообще до революции это кормили всю Европу? Вопрос, 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 да. Как? Вот вы им задавали этот вопрос? Нет, ну, с ним бесполезно, лица-то никакие, что с ними разговаривать? Мы как раз с умным человеком поговорим, вы нам расскажите. Не знаю, я верую пока, я, значит, барахтываюсь, я труду. Я считаю, что вот пока не рентабельность фермы просто из-за того, что я, значит, пока на двух стульях сижу, и, значит, и там бываю, значит, вот, ну, наездами раз в неделю, иногда два раза в неделю, сказать. То есть затраты просто не получается контролировать? Да, по всей видимости, вот фермы, это когда вот фермер, ты ключник. Ну, ты в пять утра встал, обошелся хозяйство. И сел на трактор, значит, просмотрел, как там, значит, на тебя, если есть наемные уже рабочие, как поработали, это уже проблема большая. А в идеале, конечно, фермы, это когда члены семьи все трудятся, как это всегда было. А сколько человек работает на вашей? Более 30 человек. Местные? Вы знаете, местные, ну, не совсем, но и при приезжей, вот у меня новый, значит, вот директор, это вот как раз, по-моему, идеальный вариант, это из казахских немецов человек, проработавший. Да, они великолепные. Они великолепные. У них культура такая. Культура, правильно, они знают менталитет советского человека, у них правильный подход к сельскому хозяйству. У них генетическая любовь к земле, нормально. И ответственность, и все умеет своими руками, и вот я вот поэтому, у меня опять свет в конце туннеля появился. Как продаете, как находите клиентов, то есть через интернет? Да, интернет, и вот, да вот сейчас вот интервью это пройдет. Ну, вы скажите, вы скажите, куда к вам на сайт залезть? Интернет, сайт Горчичная Поляна, просто Гор Поляна. По-русски? По-русски наберите сразу жизнь. Это очень интересный сегмент, я удивлен, что бизнес до сих пор находится в инвестиционной стадии, потому что я уже начал слышать из многих концов, что, в принципе, люди, ну, так, мягко говоря, разочаровались в качестве продуктов в магазинах, пытаются найти где-то своих поставщиков. В продажах нет проблем. А, то есть, проблема произвести столько, сколько нужно? Проблемы произвести с меньшими потерями, и вот эти вот течки, вот эти, значит, которые там есть на каждом шагу, горючая, трудоспособность людей, зарплата, вырастут, что там говорить. Вот это проблема, а то, что, значит... А как вы качество выдерживаете? А, то есть, расхватывают реально, да? Да, да, сейчас проблем с продажами нет ни малейших, мы сейчас думаем повышать цены. А как вы качество выдерживаете? Качество, а, во-первых, у нас небольшое количество, и нам еще страдать плохим качеством, ну, совсем стыдно было бы. У нас маленький, небольшой, но абсолютно современный цех, у нас свое стадо, прямо здесь, под боком, у нас, значит, забои животных без стресса, корма только свои. Как это без стресса? У нас с этим связано очень тяжелое переживание. Когда пастух, пастух это делает, пастух, к которому животное привыкло. Не рассказывайте все, не надо. Да, 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 ну и прочее, прочее. Потом мы витрями. У нас небольшое количество, у нас фактически это ремесло, это не массовый поток, и количество-то небольшие, ну, в месяц, сорок, пять. Но вы надеетесь, что в будущем это станет вашим основным бизнесом или нет? Вы хотите этого? Потому что Wall Street это крупный бизнес, 115 магазинов, это пока еще небольшая ферма. У меня Wall Street мне доставляет большое удовольствие, значит, но я отошел уже от руководства непосредственно уже лет шесть назад. Вот сейчас мой сын Петр, генеральный директор этой фирмы, уже более четырех лет он как раз приехал. У вас удалось обеспечить преемственность? Преемственность, ну, у нас семейные, две семьи владеют бизнесом, и как раз вот... Наиболее эффективный способ прожить. Я считаю, что вот это большое счастье, что вот член семьи, сыну стало интересно. Мы его перетащили из Англии, где он был региональным директором в сети Audi после университета английского. Под ним было восемь супермаркетов. И в 25 лет он переехал сюда и возглавил нашу фирму. Ну, ему интересно пока, значит, и это очень здорово. Вот, и мне интересно, мне интересно одевать женщин. Не все же, так сказать... А он специально женщин раскармливает, чтобы потом их одевать, я так понимаю, чтобы обеспечить размеры. Да, хитрый план. Не совсем так, не совсем так. У нас есть, вот у меня, если в двух словах, есть нечто общее между производством сельскохозяйственным и одеждой. У нас есть тема детей. Основные наши покупатели продукции сельскохозяйственной, это молодые родители детей, которые не знают, чем их кормить. А у нас, скажите, а дети часто аллергики. Мы этим поддерживаем семью. А вот женщин, которые дома выглядят достойно, прекрасно и интересны мужу, мы... Еще будут рожать. Мы семью поддерживаем вот здесь, с другого фланга, понимаете? Все у нас... Как глубокая такая концепция? Ну, я просто хочу сказать так, к завершению программы, я хочу сказать, что на самом деле, вот мы недавно в очень серьезной инновационной компании, там, руководители фондов, там, миллиардеры, люди сидели, обсуждали, собственно говоря, а что делать с денежками? Куда вкладывать-то? И там обсуждали, нефть падает, кончается, политика, там, это, то, сё. Войти, вкладывать, пузырь, там, надувается, пятое, десятое. И все говорят, слушайте, а ведь когда кризис как следует развернется, ведь важно будет только две вещи – жрать и одеваться. Правильно вы говорите. И в этом смысле я хочу сказать, что вы, Саша, очень хитрый человек. Захидировали риски. Вы сейчас, да, вы как бы поставили очень перспективные и равновесные точки. Я думаю, что в ближайшие пять лет будет резкий приток сюда, как бы, инвестиций людей, которые будут заниматься бизнесом, потому что, к сожалению, в то время, которое мы сейчас имеем, кризисное время, к сожалению, опять выходят базовые ценности наверх, как бы, бизнес-структура. В том числе и семья. Да, 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 в том числе и семья. Александр, ну у нас завершающая, там, буквально минута осталась эфира. Дайте какое-нибудь напутствие бизнесменам, предпринимателям, кто вот хочет делать бизнес в России, а может не хочет, но вы переубедите их. Бизнес в России? Ну, делайте то, что вам интересно. Не просчитывайте свой бизнес, вот как это делали мы, но это не универсальный рецепт, просто так случилось, что мы вот такого типа люди. То есть вы считаете, что интуитивно это более правильно, да? Абсолютно. Абсолютно. И не надо шляться, учиться там во всякие эти MBA, нафиг они не нужны. Ну почему? Сэм-то учился? Ну я-то так учился. Он учился, он по книжным магазинам. Я внешне, да, я по книжным магазинам там просто стоял часами. Вот занимайтесь тем, что вам приносит кайф-драйв, что вам интересно, и все получится. Ну что, у нас был разговор счастливым человеком. Да, а зовут его Александр Брадовский, это совладелец сети магазинов Уолл-Стрит. И он нас точно зарядил, вот у меня настроение абсолютно исправилось. Давайте через неделю продолжим с очередным интересным гостем в 8 часов вечера, во вторник на Финам-ФМ. Саш, ну успехов вам. Всего доброго. Большое спасибо. 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 Спасибо.